Больных раком в Алтайском крае становится все больше. Такую статистику привели на конференции онкологов. В прошлом году людей с таким диагнозом появилось на 2,6% больше, чем в 2017. Но при этом не растет смертность. И в этом смысле тенденция наоборот положительная. На вопрос журналистов о большой учрежденной МРТ онкологи говорят, у десятой части жителей края возникает подозрение на опухоль, но лишь некоторым нужно проходить это обследование. Если мы сейчас, допустим, из этих 235 тысяч, 100 тысяч подумают, что у них заболевания, но у них локализации, которые надо изучить на МРТ. Все магниторезонансные тамографы сгорят в одной части, и на этом все закончится. А нам надо оказывать высокоспециализированную, в том числе высокоспециализированную диагностическую помощь больным с онкологическими заболеваниями и с подозрением, с истинным подозрением злокачественного образования. Обсудили специалисты и ряд других проблем. Например, сегодня в медицине недостаточно используют компьютерные базы данных. Информация о течении болезни тысяч пациентов поможет оценивать выживаемость больных раком и в дальнейшем улучшать методы лечения. Например, в государственной отчетности нет такой позиции, сколько у нас заболевает больных раком сердца. Вот про сердце ничего нигде не услышится. Мы должны по каждому элементу знать характеристику. Ну, всю ту, которая идет и на основные локализации. Ведь в свое время собирали всего 10 локализаций. Всего 10, а их сейчас более сотни, но все равно не все. Время – главное для больных раком. Чем раньше начали процедуры, тем больше шансов. Улучшенные технологии диагностики позволяют сократить промежуток от появления подозрения на опухоль до начала терапии. А значит, спасти или продлить многие жизни. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.